День веков и хронограф В том же 1833 году в Вене внезапно Умер его ближайший друг Артур Хеллэм Альфред замолчал почти на 10 лет А в 1842 выпустил свой новый сборник Поэм, включавший в себя Леди Шелот, Смерть Артура, Улис После чего о Теннисоне Заговорили как об одаренном писателе Он написал много Выпускал не только сборники лирических стихотворений и поэм Но также драмы и романы Однако наибольшую славу Теннисону Принесли опубликованные в 1859 году Королевские идиллии 12 сюжетно связанных поэм о короле Артуре И рыцарях круглого стола В 1884 году Теннисону был пожалован титул барона А в октябре 1892 года Он скончался И был похоронен в Вестминстерском аббатстве Рядом с другими поэтами 6 августа 1856 года В семье священника родился Вестминстерский Аполлинарий Михайлович Русский живописец и график Автор трудов по теории искусства Истории, археологии Исследователь истории Москвы Брат великого художника Виктора Васнецова Виктор и стал его первым учителем Привив любовь к живопису В 1898-1999 годах Аполлинарий Васнецов совершил Увлекательное путешествие по Европе Он побывал в Италии, Германии, Франции За два года, проведенных за границей Васнецов значительно повысил Своё мастерство художника По возвращении в Москву В 1899 году Васнецов вступил в товарищество Передвижных выставок А в 1903 году Его торжественно приняли В Союз русских художников В 1906 году Васнецова избрали Действительным членом и председателем Московского археологического общества Революция 1917 года Выдвинула на первый план Новые проблемы Самой важной Было спасение памятников старины От случайной гибели И сознательного вандализма Строителей нового мира Огромная роль в этом принадлежит Обществу Старая Москва Образовавшемуся Ещё в 1909 году Председателем общества С 1917 года до 1929 года Был в Аполлинаре Васнецов Помогали ему в этом нелёгком труде Выдающиеся учёные Краеведы Историки Археологи Васнецов умел совмещать работу В обществе С творчеством Именно в эти годы Создано много замечательных работ Запечатлевших для потомков Удивительные пейзажи Дворики И картины из жизни Москвы Тех лет Глубокие познания Любовь к истории И археологии Позволили Васнецову Стать основоположником Особого жанра В русской живописи Исторического пейзажа Источником вдохновения Ему служила Москва Сердце России Вы смотрите программу День веков хронограф 6 августа Произошло очень много Интересных событий В области культуры О некоторых из них Мы вам сейчас и расскажем 6 августа 1502 года Русский иконописец Дионисий Начал Роспись Ферапонтова Монастыря В Вологодской области Монастырь Рождества Богоматери Был основан В 1398 году В 20 километрах К северо-востоку От Кирилла Белозерского монастыря Его основатель Преподобный Ферапонт Был монахом С подвижником Преподобного Кирилла Белозерского Монастырь был Росписан Дионисием Которому помогали Его сыновья За 34 дня Чудом Сохранившаяся Стенопись Дионисия Была неизвестна До 1898 года Она сохранилась На откосе Северной Двери В лето 7010 месяца Августа В 6 На преображение Господа Нашего Иисуса Христа Начата Бысть Подписывана Церковь Окончена На 2 лето Месяца Сентября В 8 На Рождество Пресвятые Овладычица Наши Богородица Мария При благоверном Великом Князе Иване Васильевиче Всея Руси При Великом Князе Василия Иванович Всея Руси И при архиепископе Тихоне Описцы Дионисия Иконник Со своими чады О Владыка Христе Всецарю Избави Господи От мук Вечных Это Единственная Сохранившаяся Роспись Выдающегося Представителя Московской Конописной Школы Главного Художника Руси Рубежа 15-16 Веков Дионисия Роспись Собора Рождества Богородицы Занимающая 600 квадратных Метров Сохранилась И поныне Хранителем Этого уникального Достояния Русской Мировой Культуры Является Музей Фресок Дионисия Филиал Кирилла Белозерского Музея Заповедника 6 августа 1932 года Был открыт Первый Венецианский Кинофестиваль Озабоченный отъездом Из страны Творческой Интеллигенции Бенита Муссолини Ярый поклонник Кино приложил Немало усилий Для организации Кинофорума Который смог бы Составить конкуренцию Оскару В этот день Он открывал Первый Венецианский Кинофестиваль К участию в нем Организаторы Находившиеся Под личным Контролем Дучи Привлекли 9 стран Которые Представили На конкурс 29 полнометражных И 14 Короткометражных Фильмов В следующем фестивале В 1934 году Участвовало 17 стран И 40 полнометражных Фильмов Тогда Главный приз Кубок Муссолини Был вручен Советскому Союзу За лучшую Представленную Программу В которую входили Веселые ребята Гроза Петербургская Ночь Иван Пышка Новый Гулливер И окраина Однако С укреплением Фашистской Германии Ближайшего Союзника Италии Фестиваль В Венеции Стал постепенно Превращаться В пропаганду Нового порядка А вскоре Началась Вторая Мировая война Фестиваль Не проводился В течение Нескольких лет Любопытно Что в настоящее время Берлинский Кинофестиваль Считается самым политическим Каннский Самым международным А венецианский Самым элитарным Он проводится на острове-курорте Лидо А эмблема Венеции Золотой крылатый лев С 1980 года Стала главным призом Кинофестиваль Сегодня 6 августа Наша программа День веков Хронограф Подходит к концу Самое время Рассказать о погоде И заглянуть В народный календарь 6 августа 1228 года На новгородской земле Пошли дожди Которые продолжались Аж до 6 декабря 6 августа 1839 года В 8 часов утра Жители Иркутска Были устрашены Сильным землетрясением Первые два удара Продолжающиеся Несколько секунд Были едва заметны Но последний Был так силен Что в некоторых домах Упали трубы Осыпалась штукатурка И появились трещины При этом Не было слышно Никакого подземного шума Удары шли Как обыкновенно Бывало в Иркутске С северо-запада На юго-восток Несчастья с людьми Не случалось Землетрясение Ощущалось На всем протяжении Реки Селинги Землетрясение Также случалось В районе Баку Пятигорска И в Саратовской губернии 6 августа 1920 года В Москве был Самый жаркий день августа За всю историю Метеонаблюдения Температура 35,5 градусов 6 августа 1960 года В Москве была Самая холодная Августовская ночь За всю историю Метеонаблюдений Температура Около 6 градусов 6 августа 2003 года На Ставрополье Прошли очень сильные ливни До 70 мм за 7 часов В Северной Осетии Выпали сильные осадки 32,47 мм И в Дагестане Пролилось немало влаги До 105 мм В тот день В результате мощного ливня В Дагестане Было затоплено Десятки домов Размыты дороги Разрушено Пять подвесных мостов В Хасавюртовском районе Серьезно пострадал И сам город Хасавюрт Но, конечно, 6 августа Не следует считать Каким-то роковым днем августа Ливни и землетрясения Бывают, к сожалению, В другие дни лета Давайте лучше Заглянем в православный календарь В этот день Православная церковь Почитает мучеников Благоверных Бориса и Глеба В крещении Романа и Давида Борис и Глеб поспел хлеб К этому времени Обычно хлеба Уже полностью поспевали И начиналась страда Если на Бориса и Глеба гроза В поле Старались не выезжать За полевые работы Не браться На Глеба и Бориса За хлеб не берись Зато в этот день Принято было Начинать сборы ягод черемухи 6 августа На Бориса и Глеба Начинали заготавливать И березовые веники Так что выходит Не только готовь сани летом Но и баню И еще Все родившиеся в этот день В доме имеют лад и любовь Им следует носить Турмалин и серпентин Лада вам и любви Даже если вы родились В другой день Наша программа День веков Хронограф заканчивается С вами были ее ведущие Я Юрий Смирнов И я Светлана Рудская Всего вам самого доброго До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин